Два года назад, 3 июля 1974 года, Франкфурт, наборная ФРГ, встречается со сборной Польши. И это матч за выход в финал. Вместе с вами этот матч будет встретиться там с голландцами. Необходимо было выигрывать немцев уставой часть, которая находится вот дальше от нас. То есть, правда, все-таки так до конца сделать поле пригодным для футбола и экспертов. Вот именно по годам. Создателями пять побед в пяти играх. Вот опасный момент и удар поворотом поляков. Немцы огрызнулись. Но еще раз скажу, что первый тайм проходил и в игре сборной ФРГ на этом чемпионате мира. Видим, что поляки по-прежнему активнее и Зеппу Майору приходится вступать в игру. Может быть сейчас... И снова четко выиграли футбольный турнир Олимпиады в Мюнхене. И вот вновь на германских полях свои лучшие качества, свои лучшие черты проявила именно в решающих матчах. Вот в этом матче, который фактически ходили разговоры в то время, что перед последним групповым матчем итальянцы, которым позарез просто нужна была ничья для того, чтобы выйти в следующий этап, предлагали поляки. Забив два мяча в ворота Гинозофа. Конечно, ОКО! Болистов всех времен получил травму и не смог приехать в Германию на финальную стадию чемпионата мира. Штрафной, до ворот далеко, но бьет Гадоха и мяч летит в девятку. И Зепп Майер спасает свою команду после мощнейшего удара Роберта Гадохи. А теперь Казимиш Дейна бьется за штрафной. Несильный удар, но такой очень расчетливый. К тому же мяч, ну собственно говоря, слово он свое сдержал. Хельцинбайн. И пас на ход Герду Мюр. Там Бекенбауэр сыграл главой. Теперь Бекенбауэр промахивается по мячу. И удар к Жага Жалята. Майер спасает свою команду. И Гадоха тут же был, добивал. И снова Майер действовал блестяще. Вот, пожалуй, самый яркий момент. Лучшее, безусловно, лучшее в истории польского футбола. 8 лет спустя. Вот такая вот. Хёна с передачи с правого фланга. Высоко. Жага Жамлята. Серия взаимных ошибок, но ошибок вынужденных. Потому что поле, еще раз скажу, поле в ужасном состоянии. И Ян Домарский, вот он на ваших экранах, герой. Шон возглавлял западно-германскую команду на протяжении 15 лет. Горобовский делает передачу в штрафную. И здесь мокрый мяч. Подшутил над Яном Томашевским. Тот его выпустил из рук. И в итоге современный для наших дней. Ну и не только, потому что 30 лет прошло. Все-таки очень был специфический игрок Мюллер. Очень узок был диапазон его. Делал передачу на левый фланг. Там Оверотт постерял он форму. И в итоге так и не сумел завоевать себе место. В основном в стартовом составе западно-германской команды. А два года назад, в 1972 году, именно... И здесь ошибается Берти Фокс. Гадоха уже на левом. И Хельценбайн. Манды. На его счету 6 мячей. И вот опасный момент может быть. Но Гадоха пробить не сумел. Опередил его Бекенбауэр. В ворота Югославской сборной. И вот опасный момент. Пожалуй, первый шанс у Герда Мюллера. Машчик. В подкате действует Шварценбек. И очередной угловой в ворот сборной играть. Такие, как лятые Гадоха. Дейна. Удар по воротам. И чуть-чуть не рассчитал. Хотя на исполнение такой наносил удар. Пытался нападающих. И техническое мастерство. Надо приложить максимум усилий. Для того, чтобы вырвать победу. Им победа. Австриец Эрих Линемайер. Дает свисток. И сборная ФРГ. 14-й Зигмунд Машчик. 16-й Грего Шлята. 18-й Роберт Гадоха. 19-й Ян Домарский. Главневный отпуск. То есть в течение 10 дней после того, как закончился чемпионат Гердии. Поляки с мячом. Это Роберт Гадоха. И снова он бьет поворотом. Обратите внимание. Гадоха выиграл все-таки. Баррикетом пользовался Бекенбауэр. А это Хельценбайн. Рвется в штрафную. И вот оно. Его умение сыграть остро. И заработать фолл на себе. В данном случае Фьяна Томашевский. Удар. И Томашевский спасает свою команду. Можно сказать, что не самый удачный, не самый сильный. Но не случайность. Далеко не эпизод. Дело в том, что вот на... Неудачник Хенес сыграл с Бонфофом. Вот опасный момент. И Хельценбайн бьет. Бьет, подкручивая мяч в левую от Томашевский девятку. Но не попадает в ворота Бернфа. Мюллер на коротке с Хенесом. Лет за пенальти. Очень опасный удар Хельценбайна. Хельценбайна чуть-чуть выключился из игры Шамановский. И тут же немцы разыграли мяч. Угловой с левого фланга. Немцы вроде бы выиграли. Здесь Жмуда вновь нечетко играет. Бекенбауэр забрасывал. И это ему очень помогало. Ули Хенес почти пробрался, настраивает немцев. Но немцы стараются атаковать. Внимание. Все-таки 32 года прошло с тех времен. Ну и опять же, я думаю, что точно такие же проблемы были бы и у современных игр. Смещаться в левую зону. И поэтому без вариантов первый был на этом мяче. На левом фланге смещается центр. Пас в штрафную. Удар по воротам нет. И там зачем-то пошел вперед Зепп Майер. Но успел вернуться к 0-0. И поляков этот счет никак не устраивает. Брайтнер. Его фирменный проход. Со смещением в центр. И завтра забьет на чемпионате мира 82. Ну а Томашевки справляется с полевых включать в заявку. Удар по воротам. Неподготовленный удар Лята. На поле забить столь нужный гол ворота немцев. И часто подключается правый защитник Шимановский вперед. Здесь досталось в борьбе. Брайтнер. Пас в штрафную. И уже изыскать, говоря. В итоге получился пас. И удар Казимежа Дейны. В левом от себя углу. Зепп Майер забирает мяч после удара польского капитана. Здорово. Бонхов. Передача. И Герт Мюллер забивает свой гол. Мюллер открывает счет. И первый его удар по воротам польской команды оказывается голевым. Еще раз смотрим. Хельцин финал. Полякам надо забивать уже два мяча. Его пройти не сумел. Хельцин байн. И удар по воротам. И как здорово играет Томашевский. Это Вольганг Оверат. Подключился к атаке. Во втором тайме выдавился вперед. Но вот сейчас именно Оверат был на острие атаки. Ну а здесь все-таки сделал рывок. Обыгрывает Берти Фокса удар по воротам. И Франц Беткенбауэр подставляет ногу. По факту. Но она была золотой по игре. Она, конечно, его рук дело. Опаснейший момент. И выручает Зепп Майер свою команду. После удара Казимежа. И опаснейший момент. И теперь уже второй футболист. И в итоге в их коллекции будут такая достаточно плотная завеса дождя. Но Сбекенбауэр выбивает мяч. И в этот момент Линнамайра дает финальный свист. В финале немцы встретятся с голландцами. Ну и вы прекрасны